Покинув парк и поднявшись по таким ступенечкам, мы оказываемся на смотровой площадке с красивой лавочкой, где можно посидеть, попить чайку, понаслаждаться видом на замер. И даже договориться с девушкой. Ох, парень, как почувствовал, что я на него камеры навял. Ну а дальше вот такой балтийский лес, с соснами растущими на граните. Интересная корневая система. Сверху прям по гранитю идет. И ничего, живые деревья. Периодически вот такие вот обстоятельства. Обзорные площадки красивые. Да, в этом году здорово сделали, открыли вот этот эко-маршрут, который идет дальше, чем парк. Конечно, красота здесь ненемоверная. Здорово. Такие гигантские гранитные валуны. И на валунах растут сосны. Спасибо. Б terrorно! Продолжение следует... Смотрите, по граниту прям одни корни, сплошной ковер из корней древесных. Обалдеть! О, как же гранитный валун, а на нем прям сосны растут. Все корни наружи. Интересное, конечно, впечатление, когда гуляешь по такому лесу. Понимаешь, что это не лес нашей средней полосы. Все совсем другое. Вроде те же самые сосны, те же самые осенние листья, ковром лежащие на земле. Но вот эти граниты, корни, идущие сверху камней. Близость залива. Ощущается что-то вот такое необычное. Ну и, конечно, осень. Осень дает себя знать уже. Такая сырость. Каждая лощинка, наполненная уже водой или ладой. Чувствуется сырость. Здорово чувствуется. Я думаю, весной здесь будет все совсем по-другому. В следующий раз постараюсь приехать весной. После выхода за пределы парка, сначала вроде не обращаешь внимания, но потом, когда ноги начинают уставать, понимаешь, что дорожка постоянно идет изверх. Это, видимо, такие вот варианты гор местных, маленьких горушек. Так что мы постоянно с вами поднимаемся все выше и выше. Ну, вроде, это так не очень напрягает. И не так сложно здесь ходить. Дорожки здесь протоптанные. Заблудиться практически невозможно. И что основное, что отличает от леса нашей полосы, это полное отсутствие бурелома. Ну, наверное, все-таки здесь убираются, чистят лес периодически. Потому что в наших лесах, в лесах средней полосы, с каждым годом все сложнее и сложнее передвигаться. Пойдешь за грибами и стоят сотни шагов к лесу, натыкаешься на поваренные бревна, разросшиеся кусты. При Советском Союзе все-таки леса более тщательно убирались. А может и просто местные жители собирали сухостое и убирали все бревна. К сожалению, мы это не знаем. Ну, а мы двигаемся дальше в горку. Все выше и выше. Посмотрим, что нас ждет на самом верху. Ну, прогулка приятная. Я рекомендую всем не останавливаться в конце парка, а идти дальше. Ну, наконец-то забрались. Мы до самой вершины. На самой верхотуре предусмотрительно поставили лавочку вот такую. Я понимаю, что это, конечно, рекламный ход, но эта лавочка здесь к месту. Потому что, поднявшись на высоту, хочется сесть и отдохнуть. И не только загадать желание. Дорожками, идущими куда-то. И прямо на границе расписывается. И сквозь сосны видим залив. Вы, наверное, смотрите и возмущаетесь на вот эти вот деревянные скрипы или щелчки, которые раздаются. Это сосны. Лес довольно старый. На ветру сосны шатаются и потрескивают, поскрипывают. Так что лес не дает спокойно разговаривать. Вот как высоко мы забрались. И вот только погуляв здесь полдня, начинаешь сначала чувствовать, а потом понимать, что здесь совсем другой. Во-первых, насыщен ароматами хмои, сосновой. И воздух какой-то чистый, приятный. Совсем по-другому здесь дышится на берегу. Так что многие ходят сюда просто подышать. И не обязательно для этого дела платить деньги и идти именно в парк. Здесь вдоль залива очень много лесов. Так что заходите в любой и дышите. Не зря здесь еще в царское время люди приезжали и лечились от туберкулеза. Видимо, целебный воздух помогает здесь. И что самое интересное. Обратите внимание, вот вокруг очень много лишайников. Насколько я читал в интернете и еще по школе помню, что лишайники растут только там, где чистый воздух. В промышленных районах вы не увидите лишайников. Здесь их очень много. Практически каждый валун, каждое старое дерево около корней покрыто лишайниками. Это говорит именно о чистоте здешнего воздуха. Ну вот, время идет к вечеру. Уже пора собираться домой, потому что ехать еще часа два-три. Так что мы потихоньку возвращаемся обратно в парк. Напоследок пройдем мимо памятника для Невальнина. Попромщаемся с ним и потихоньку пойдем на выход. Так что, приятных вам прогулок. В следующий раз я постараюсь посетить этот парк весной, когда природа только расцветает. И обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями и видео. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok